Здравствуйте! В эфире программа «Кадры жизни». А значит, мы снова ждем в гости очень интересного человека, который поделится с нами удивительными кадрами, к которым имеет самое непосредственное отношение. Есть люди с очень серьезными лицами, но при этом с детским, ярким, непосредственным восприятием мира. И этот мир в буквальном смысле оживает под их руками. До последнего времени в мире кино их работа считалась рукотворной и самой сложной. Сегодня у нас в гостях художник, постановщик и режиссер анимационного кино Наталья Костюченко. Но вы мечтали снимать анимационное кино в детстве? Нет, я даже не представляла этого, я даже не думала об этом, не мечтала. Просто все понимали, что надо делать, как мама сказала, и все. Шутка, шутка. Я всю жизнь все решала, мне же надо время, чтобы притормозить. Я же не могу так раз и в один день остановиться. Знаешь, чем режиссер отличается от других людей? Нет. Я решила, что режиссер всегда знает ответ на вопрос. Жили да получали удовольствие от своей работы, честно говоря, без всякого приукрашивания. Просто нам очень нравилось то, чем мы занимаемся. Ни о чем таком бытовом никогда не шла речь. У нас каждый занимался тем, чем он хотел заниматься. Наталья Костюченко родилась 7 мая 1962 года в Минске, как говорят, в простой советской семье. В 1982 году окончила Минское художественное училище имени Глебова, а в 1989 отделение театроведения Белорусского государственного театрально-художественного института. На студии анимационного кино, киностудии «Беларусьфильм», работает с 1982 года. Участвовал в создании более 70 анимационных фильмов, многие из которых становились победителями и лауреатами национальных и международных кинофестивалей. Я не буду скрывать, что мы с вами знакомы уже больше 40 лет, но все время как-то, знаете, вот встречались, разговаривали на бегу. Я думаю, что сегодня у нас есть возможность поговорить спокойно и обстоятельно. Режиссеров игрового кино часто сравнивают с Богом, потому что он как бы формирует свой мир в кино. Но мне кажется, что это некорректное сравнение, потому что у режиссера игрового кино актеры, живые люди, натура. А вот у режиссера анимационного кино действительно весь мир в его руках. Он его создает полностью. Вот скажите, легко ли быть Богом? Конечно же не легко, конечно же не легко, но от этого интереснее. Очень интересное, замечательное, любимое дело. Чувство ответственности просто сумасшедшее. Мэтр нашей отечественной анимации Игорь Викторович Волочек любит повторять, что анимация может то, чего не может игровое кино. Вы помните, о чем вы мечтали в детстве, и что из того, о чем вы мечтали, реализовалось в вашей жизни? Я точно помню, что я в детстве мечтала стать журналистом. Поэтому в какой-то степени, наверное, написание сценариев и всего, что требуется в сопровождении к фильму, наверное, в какой-то степени это состоялось. Что в детстве формировало ваш характер больше всего? Я жила дальше всех своих одноклассников от школы. Практически после школы я не оставалась в этом поселке и возвращалась домой. И я часто была одна. У меня было больше времени покопаться в себе и что-то узнать. Я сама пошла в изо-студию, сама. Пошла, записалась в изо-студию от скуки, наверное. Потому что уроки я делала быстро. Наверное, вот этот немножко отрыв от одноклассников, наверное, сыграл роль. Потому что я пошла в изо-студию, потом пошла в училище художественное. В изо-студии как бы вы почувствовали, что вам это нравится? У вас были успехи какие-то? Конечно, нравилось. Конечно, нравилось. Нравилась среда, нравилось заниматься этим живописью, графикой. А кто посоветовал художественное училище? Сама. А вы вообще верите в то, что все в жизни не просто так? Конечно. В училище я себя чувствовала, как рыба в воде. Это был безумный подъем и замечательные годы жизни. Вы поступали на какое отделение в академию нашу? Театральный художественный институт тогда? Уже тогда я была замужем, и мы вдвоем с мужем поступали на театральную живопись. И после второго экзамена нас вызвал декан и сказал, Вы же понимаете, что в одном городе не может быть работы для двоих художников из одной семьи. Поэтому мы выбираем Александра. Как мужчину? Да. Это объективно. Ее нечего валять дурака. Он художник от Бога был, конечно. Он уже совершенно, можно сказать, и состоявшийся даже был на этот момент. Ну, смотрите, как муж по итогу художник театра. Вы, театровед, общались и советовались друг с другом, да, наверное? Небось, помогло мне театроведение понимать своего мужа. Лучше, да? Лучше. Вы работали над очень многими фильмами. Я посчитал где-то около семидесяти. Но вы помните первую работу и вот первое ощущение от того, что вы создали что-то своими руками? Был такой альманах у нас для дебютантов. И вот один из этих сюжетов я снимала. Это было, конечно, просто космос. А потом так получилось, что центр Быкова, московский. Предложил постановку мультфильма. Я как режиссер в технике перекладки. Ну, как теперь можно сказать, на экологическую тему. Премьера была в кинотеатре России. В Москве? Да. Это было... Это было круто. Это было круто. Ходят всякие. А потом вещи пропадают. Эй! Это наша полянка. А это наша свалка. Какой ты чёрный. Какой грязный. Какой неумытый. Какой красивый. Да из какой мусорной кучи, друг? Из какого чемодана? Над анимационным фильмом работает большое количество людей. Но мне интересно, какая часть работы заключалась вот в этом фильме, над которым вы работали. Это фильм, кстати, Игоря Волчика. Вашего, можно сказать, учителя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я помню сцены, над которыми мы работали как фазовщики, как прорисовщики тогда. Мы художескими исполнителями были. Я вот обратил внимание, что в каких-то фильмах написано, что вы аниматор. В других фильмах художник-мультипликатор. А в чём разница? Раньше это были мультфильмы, теперь они стали фильмы в анимационной форме. Работая с большими мастерами, можно угадать эти секреты, мастерства другого режиссёра, работая на фазовке? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Если это кому-то близко, в принципе, и если это твоё, то, конечно же, по мере работы на фильмах профессионалов, ты это всё видишь, понимаешь, и это куда-то падает. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Откладывается. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И потом руки начинают чесаться. Хочется сделать самому, да? Конечно, конечно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Режиссёр на фильме, он обязательно должен уметь сам рисовать? Или он может просто руководить процессом? Режиссёр и может не рисовать. Но я думаю, что это будет непрофессионально просто. Но мы все начинали с фазовки и раскраски фаз в своё время. У вас все режиссёры рисующие. К счастью. И очень неплохо. К счастью. Поэтому наша студия, наверное, отличается качеством своих анимационных фильмов, согласитесь. Редчайшая возможность заниматься фильмами вот в таком качестве. То, что существуют ещё авторские фильмы, кроме всего прочего, которые на международных множественных фестивалях представляют нашу страну, это ведь очень важно тоже. Вы знаете, я хочу, чтобы мы посмотрели следующие кадры, над которыми работала вся ваша студия на протяжении многих лет. И мне интересно, а чем интересна была для вас вот эта работа? З глуби веков до нас дайшли малявничие рыцарские гербы. Эти эмблемы спачатку малявалися на щитах без тягах. Формы рыцарских щитов и геральдичные символы на их менянялися тягом веков. Познёй, ищи частки рыцарского узбраєння замацовулися за гербом у ладара и его нашаткам. Расскажу я вам казочку, слухайте. На родце Лоша приток у Вилей был остров. Назывался Островцом. Рос на тим острове дуб, який позбавлял людей от хвороб и усиляких спокус. А неподалёку одной вёс. Ковальды Ковалехи жили. Был их сын. Вырос уже хлопчок. А не ходить, а только паузы. Почули они про той дуб, сели учовин и поплыли до острова. Я думаю, он у всех любимый был. Каждому дана воля, в какой технике снимать. Герб выбирать для работы. Ну, я не знаю, но это сплошное удовольствие было просто. Фактически это все авторские работы, можно сказать. Валяние произвело впечатление. Мне сразу захотелось снять фильм в такой технике. Это было Косово. Попали в Косово и увидели ещё до реставрации замок косовский. Это был шок просто. В таком заброшенном месте. Такой замок. Просто неожиданность была полная. В хорошем смысле шок. Палац, побудованный графом Казимиром Пусловским и его сыном Лондарином, в 40-х годах 19-го года. Палац был задуман с размахом и выдумкой. У им было 137 покоев, расфарбованных розными колерами. Я всегда удивляюсь. Мне казалось, что режиссёр как-то должен иметь свой стиль, свою технику постоянную, ну, своё лицо, чтобы его узнавали сразу с первых кадров. Но я, когда смотрю ваши фильмы, вижу, что они в разных техниках выполнены. Совершенно по-другому, чем предыдущий фильм. С чем это связано? Ну, для примера, вот техника фильма об Островце, о гербе Островца, была выбрана под впечатлением народных ковров. Олена Киш и так далее. Очень захотелось в такой технике сделать фильм. Тут и касты конец, а кто слухов – молодец, ещё ведают про герб города Островец. В анимационном кино, мне кажется, огромную роль играет музыка и шумовая партитура. Простите мою, так сказать, неграмотность, всё-таки музыка в фильме появляется во время того, как уже сценарий готов, и режиссёр приступает, так уже думает, то есть музыка какая, время такое, музыка, и уже заказывает композитор. Или уже когда фильм сделан, смонтирован, и тогда приступает композитор и начинает расставлять акценты музыкальные, пишет партитуру. Есть же фильмы, положенные на музыку. Например, у нас проект есть «Сказки старого пианино». Композитор вызывается и ознакамливается с материалом, как только сценарий появляется. Ещё нет толком персонажей, ещё нет толком стилевого эскиза. И композитор сидит и умоляет, покажите хоть какую-нибудь картинку. Нет, давай будем параллельно работать. Это же очень помогает. Входишь в атмосферу, среда создаётся. Ну, это такой неразрывный процесс. В каких-то случаях музыка пишется и по финалу. Музыка же во многих случаях определяет ритм изображения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Боевая машина – это был вообще счастливый случай, это была мечта. Там нет диалогов. Там только музыка и синхронное шумо. Но об этом, к счастью, обращаешь внимание только когда фильм заканчивается. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, мне кажется, в любом фильме и в игровом, и в документальном, я думаю, в анимационном тоже очень важен герой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот выбор героя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, в игровом кино, понятно, кастинги проводят, чтобы выбрать героя. В документальном, ну, как повезет уже. Как в анимационном кино? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 решения стиля, как в случае с боевой машиной. Я изначально знала, что это будет использован эклер. Эклер – это пирожное такое, да? Эклер – это такое пирожное, а в анимации это такая техника, когда используется видеосъемка. Реальный актер играет какую-то сцену или какое-то определенное движение. Затем это в специальной программе художниками обрабатывается. Интересный очень эффект от рисунка. Я посмотрел в титрах, в ролях сын, невестка, внучка, муж, семейный подряд. Слушайте, с чем это связано? Это связано с огромной любовью к искусству. У нас этой техники, в общем-то, не использовалось на студии. И у нас не было такого опыта, возможно, даже составления сметы. Так получилось, что игра актеров не была внесена. И просить кого-то из актеров, пожалуйста, нам бесплатно сыграйте. Но это было бессовестно как-то. Это были не только моя семья, это были семьи и все наши художники, и все наши компьютерщики студийные. Мы кого могли, того отлавливали, одевали костюм и играли сцены. Так что у нас там полстудии в этом фильме. Но все-таки в главной роли сын. Да. Он же был художник-постановщик, он же сам же себя и прорисовывал. Настолько реалистично действительно прорисовано, что я сразу узнал всех персонажей, которые в этом фильме. Это невестка, наверное. Да. Это одна из невесток. Внимание! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра. Без объявления войны. Германские войска напали на нашу страну. Последние фильмы, я обратил внимание, вы снимаете с сыном. А как возник этот тендемм? Из чего вдруг? Это старший мой сын Константин, он скульптор. Когда пришли на студию работать, молодые девчонки после училища, Косте было два года. Выходили поработать по субботам, ребенка девать, как часто бывает, некуда, и приходилось таскать его с собой. Я думаю, может быть, эти запахи и картинки как-то тоже проникли в его кровь и в его мозг. Но это шутка. На самом деле, просто Костя очень любит кино. Во-вторых, наверное, ему было интересно, ну, в первый раз, когда я его пригласила художником поработать на гербах. Это был герб Пружан. Пружанский герб мая цикавую историю, якая нагадывая романтичные сюжеты середневечных романов. Одной, че, на балю, король польский, великий князь литовский Сигизмун III, познаемимся с миланской герцогиней Боной Сфорца. За рассказа Боны король доведався, что шмат годов тому назад засновальник рода миланский герцогов Висконті перемогу поединку знатного сарацина Валоче и овалодав его боевым шитом с гербом. Потом это была боевая машина. Много он по своей работе в скульптуре работал на военную тему. Я вспоминаю эти съемки, какого бы актера я могла попросить в воскресенье приехать сняться, потому что все были в сборе участники сцены. На тот момент у Костя был маленький ребенок. Он с невесткой, с внучечкой приезжает к нам домой. Ребенка укладывают спать. В это время мы, значит, устраиваемся для съемок. Мы взяли на прокат костюм. Костя в нужный момент натягивал сапоги, форму эту одевал и снимали ту или иную сцену. у нас в этом плане семья такая веселая. Давайте посмотрим следующие кадры вашего фильма. И мне кажется, вот здесь как раз видна уже рука скульптора. Вот я сразу, когда увидел, даже не дожидаясь финальных титров, понял, что здесь Костя тоже работал. Такой занятой скульптор, такой известный, такой, извините меня, востребованный, плюс педагог. И он, значит, бежит к маме снимать кино. Вот как вы его уговариваете на это? Что бы ни говорили, что бы он сам не говорил но, конечно же, ему это нравится. Он находит для этого время, как бы не было там сложно и тяжело. Нам бы добыть кавалычек солнца. Мы зажили б, як у Бога за пазухой, але як яго добыть гэтый кавалычек. Треба птушек попросить. У их крылы есть, хай взлетают до солнца. Попросить у яго кавалычек. Вот на примере этого фильма по музыке хочу вернуться чуть-чуть. Музыка изначально была. Как только появился сценарий, история такая без времени, история очень давняя. от коль ты прилетела птушка, спалезся, просили меня люди твою искрынку принести. Искрынку я тебе дам, але як ты ее донесешь, поколь долятиш, сам сгорыть можешь. Мне очень нравится работа художника, постановщика здесь. Настолько фактурные все персонажи, настолько они выпуклые. Это интересная техника такая. Это тоже опять-таки Костя предложил или вы уже изначально тоже так представляли? У меня фонтанирует голова этими идеями, я сама удивляюсь, откуда она берется, откуда это приходит, честное слово. Здесь мало того, что захотелось это сделать в пластилине, но я так поняла, что это будет требовать небольшого количества людей. Ну персонажи, вот кто лепил вот эти все фигурки? Лепил Костя, причем он лепил это из скульптурного пластилина, он однотонный, а потом всякие волшебные наши молодые компьютерщицы специальные программы раскрашивали это. И мне очень хотелось сделать одну странную вещь в этом фильме, мне хотелось запечатлеть свой сад. Практически вот то, что мы видим, это реальный снег. Нападал за каких-то там пару часов вечером, и мы все выскочили, наша безумная семья выскочила, и все стали снимать, потому что было безумно красиво. Мы же живем в частом секторе, там это все немножко не так как в городе выглядит. И именно эти съемки пригодились для работы в этом фильме. Асиняк с того часу подружился с людьми, а люди памятуются про то, что и он принес им огонь, частуют храбрую птушку зернятами, хлебцем и сальцем. Вы затронули тему своего сада, я сразу вспомнил, знаете, рассказ своей жены, которая однажды была у вас в гостях, и она до сих пор не может прийти в себя, а того, что она увидела. Она говорит, я захожу в их сад, вижу огромные деревья, черевишни, и на каждом дереве клетка с кошкой живой. Я спрашиваю отца Наташи, а для чего? Он говорит, так Скворцов отгоняет. Я так представил так ярко эту картину, это действительно просто в анимационное кино напрашивается. Представляете, деревья, обсыпанные черевишней, которые вы угощали наших детей, и эти клетки с кошками, которые там бесятся, отгоняя Скворцов. Ну, это же действительно кино. Как из такой семьи можно было не попасть в анимацию? Деревья были, как говорят, до неба, чем-то укрыть было нереально, и какие только способы не использовались. Мы сами об этом узнали, когда это все уже произошло, мы тоже это со смехом вспоминаем всю жизнь. Я вот просто хорошо представляю вашу семью. Александр, муж, дома создает макеты, что-то там конструирует, думает, у него музыка звучит, Костя что-то там лепит уже из пластилина, что-то пытается выполнить свое задание откурсовую. Младший учится в консерватории, значит, музыка звучит, в соседней комнате мама бегает между плитой, между пастерушками и создает анимационное кино. Такой вот кочел творческий бурлит. Так это происходило на самом деле? Дома, конечно, это не в такой степени все происходило. Начинаем с мамы. Мама сидела с утра до вечера на киностудии. И дома опять продолжает заниматься мультфильмами. Муж свои макеты делал в основном в театре. Конечно, эскизы какие-то, какая-то подготовка, все это происходило дома, это да. Костя лепил в училище. Дома только если какие-то малые формы. Это единственное, младший вот пилил на своей дудке. На флейте. Да. На флейте мы его, дудка его назвали. Вот, когда хотел и сколько хотел. Кстати говоря, благодаря тому, что это частный сектор, у нас никаких проблем никогда не с соседями не было. Если так задуматься, то, в принципе, так оно и было. Конечно, у нас же не было какой-то прислуги, все это приходилось делать. Константин очень известный скульптор, очень известный. Его вообще называют Моссартом в скульптуре. Он рано начал подавать такие большие надежды. Сегодня он лауреат государственной премии, победитель множества конкурсов. Он, когда задумывает какой-то новый проект, когда он начинает большую работу, у него есть авторитеты в доме, в лице отца, в вашем лице. С мужем они, конечно, в этом плане более близки были, как мужчины, как мастера. Им было о чем поговорить. И так свежий глаз и свежее решение тоже могло какую-то пользу принести. Мне очень нравится то, что он делает. У меня оно как-то близко очень. Его стиль, степень сделанности. Правда, что вот он ради того, чтобы стажироваться во Флоренции, выучил самостоятельный итальянский язык? Да. Его и теперь часто приглашают, когда надо побыть переводчиком или провести группу. Он трудоголик, конечно, сумасшедший. Я по этому поводу на него теперь ругаюсь теперь уже. Потому что все-таки надо молодым мужчинам себя беречь. Все понятно, искусство, работа, задумки, но бояться начинаешь просто за детей, естественно, хоть они и взрослые. Ваш младший сын закончил консерваторию, но работает кузнецом. Приходит и говорит нам, то, что я делаю в металле, будет стоять веками. И все. Ты сказал, и кропка. У него своя мастерская. Дома, да? Да. У нас есть для этого возможности. Но не мешает своим постоянным кувалдой? Нет, мы такие, нас ничем не испугаешь. Очень ревностно относится к своим работам. Он не может переносить худсоветы и семейные и просто советы. Он должен делать то, что он считает нужным, и из этого выходит что-то интересное для того, чтобы ему не насаждали как это должно быть. жена пианист, они вместе в музыкальной школе работали. там познакомились. Очень удобно, когда в семье такие разного рода специалисты. Это же очень удобно снимать мультфильмы с ними. Ну вот надо подумать, а не снять ли фильм в металле, а что? А что? считал, что Александр считает своим учителем Борис Иванович Луценко, народного артиста Республики Беларусь, режиссера Русского театра, который взял его главным художником. Седина появилась у него там в этом русском театре. И когда уж совсем прижимала, и он был на грани ухода, я ему говорила, послушай, посмотри на всю ситуацию с другой стороны. Ведь режиссер же, это же живой человек. Кроме того, что он режиссер, возможно, ему не здоровится, он пришел. Мало ли. Не надо воспринимать это буквально вот все существует только искусство и больше ничего. Вот только сценография, только разборы, только эти худсоветы. Он так послушал, чуть-чуть удивился, и у него как-то по-другому это все пошло. Помогло. Я говорю, видишь, как удобно дома иметь своего психолога. Он, говоришь, он когда возвращался домой, он как будто возвращался в крепость. Одна мысль о том, что он едет домой, его приводило в равновесие. Замечательное совершенно качество ощущения дома как крепости. Это редкое качество в современных семьях. Давайте вернемся к нашим кадрам и вспомним нашего замечательного сценографа вашего мужа Александра Костюченко. Я счастливый человек. я делаю свое любимое дело. Это спектакль дорогостоящая вещь. Все, что надо, я умею. Деньги зарабатывать тоже. Вы выходили на все премьеры? Обязательно на премьеру, обязательно и всей семьей. Это у нас уже, конечно, была традиция. Можешь, не можешь, живой или мертвый. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Может быть, не совсем деликатный вопрос, как долго он боролся с этой болезнью? Он боролся 4 года. До этого, конечно, один бог знает, какие там процессы происходили. Надежды были до последнего дня, до последнего вздоха. Говорят же, что эта болезнь возникает тоже не случайно. Может быть, это вот эти пережитые стрессы. Ну, просто надо знать, где он еще в армии служил. А где он служил в армии? В Казахстане. На этих полигонах? Вы думаете, это дало толчок? Вполне. Отец с сыном съездили с младшим на Афон. Это было? Саша сопровождал его. Они были оба потрясены поездкой на Афон. Я думаю, каждому мужчине надо побывать там. Но до этого надо дорасти. Оттуда вернулись и сказали, что там настоящая, без напускного. Жизнь? Да. Я хочу, чтобы... Мы сейчас посмотрели еще одни кадры, которыми, я думаю, может гордиться любая женщина, у которой в доме такие мужчины. Ауторскому коллективу Назианального Академичного Великого Театра Оперы и Балета Республики Беларусь за постановку спектакля «Царская невеста» у складе Костюченки Александра Александровича, Галунага Мастака. Костюченку Константину Александровичу, старшему укладчику Беларуской Державной Академии Мастацтвау за створение монумента «Брама памяти» мемориального комплексу «Трастянец». Переможцем у номинации «Лепкий спектакль» остались спектакль «Набука». Мы приглашаем на сцену представителей театра главного режиссера Михаила Фонжалидзе, главного художника Александра Костюченко, художника по костюмам Екатерину Брусгакову. За наилепшую работу сценографа у музычном театре «Узнагороду» отрымливая «Мастак-постановщик» Александр Костюченко, спектакль «Тоскар», режиссер-постановщик Михаил Фонжалидзе. Спасибо за доверие. Служу его величеству зрителю и нашей Родине. Говорят, время лечит на самом деле. Просто со временем учишься с этим жить как-то. Ничего оно не лечит и ничего это не проходит. Еще чуть-чуть, и я бы его затащила. В анимацию. В анимацию. Я чувствую, что вы всех затянете туда в итоге. Музыка. 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 Вот это ощущение жизни в нереальном мире, анимации, оно отражается на реальном мире. То есть вы чувствуете, что это на вас влияет, что вы и в реальной жизни не такая, как все. Конечно. Нам гораздо интереснее жить. Потому что, если что, мы туда раз и нырнули. У меня, кстати говоря, Ульяна, старшая, которой 6,5 лет, она уже делает раскадровки. Вот так вот. Да. Нужно, не нужно ли ей это будет. Но сейчас это интересно, и она понимает, что и как. И мне очень интересно наблюдать за этим процессом. Вот сейчас мы посмотрим фильм «Пчелка». Мне интересно, а как здесь происходил кастинг? Здесь Люси Уланцева в главной роли у нас. Катя Провалинская-Зиновьева. И даже у нас французский солист тут участвует в небольшой роли, там, где сцены гастролей. Ну вот, Трифонов. Оперный певец. Да. И он озвучивает полностью. Я захотела, чтобы он озвучил полностью. Мне казалось, что именно он вот вносит такую нужную атмосферу в этот фильм. Вот что, маэстро, много ты сделал для нашего театра, и я хочу просить тебя еще об одном. Сохрани для балета пчелку. Дам Пелагеи вольную и увози ее в столицу. Малая и стала эта сцена. Одна из последних ваших работ – это классики шахматы. И здесь вы уже и сценарист, и режиссер-постановщик, и художник-постановщик, и опять с сыном, с Константином. Как возникла эта идея? Мне не хотелось подойти к этой теме формально. Очень много написано и очень много снято, и по серьезным произведениям. У меня формат всего 13 минут. Я поняла, что это должен быть связывающий момент, не просто биографические какие-то. Жили-жили, каждый себе, а потом вдруг где-то пересеклись. Образный какой-то момент захотелось создать. Что это может быть? Дружеский поединок. В чем? Как? Ну не в теннис же им играть. Или в футбол. Или как еще? Ну что-то какое-то крутилось постоянно в голове, что какой-то должен быть поединок. И пока я думала, и собирала материалы к этому сценарию, пишут, что они при встрече любили поиграть в шахматы. Ну сразу все сложилось, сразу, сразу. Что это поединок вне времени. То ли это было, то ли нет. То ли это нашего времени парк, где они встретились, то ли это прошлые годы. Премьера уже состоялась. Причем состоялась на родине Якуба Колоса. Как аудитория, как подростки, дети восприняли. Они улавливали вот эти знакомые четверостишие, которые они в школе изучают, естественно. Была фантастическая просто премьера. Я не ожидала, если честно сказать. То, что произошло, меня просто потрясло, если честно. Пришли школьники 12-13 лет. Они устроили такое обсуждение после просмотра, что этого не ожидал никто. Мы почти час разговаривали с ними о фильме. Вы представляете? Они меня, дети эти, шокировали до такой степени, что я не могла не сказать комплимент их преподавателям, которые сидели в зале. Я говорю, где вы набрали этих детей? Откуда у вас такие подготовленные дети? Они говорят, мы где их не брали, это просто наши дети. Ну, дипломы, ну, там, призы, все понятно. Но это же вот живые люди. И они так вникли, и они так как-то к этому теплу отнеслись. Песня и каска ходят у пары, Сеют по свете дивы и чары, Будет спросоння думки детячей, Як той у ранней промень светячей. Сердце отулить вечной лаской, Слухай же сердце песням и каском. У меня в студии есть Ялов, где предмет, который тоже требует своего объяснения. Я его сейчас достану. Как вы думаете, почему я взял с собой в студию вот этот пакет муки? Так, ну, это же какой-то намек, да? Конечно. Нет, я затрудняюсь, даже не знаю, что сказать. Не, ну, в принципе, каждой женщине можно подарить пакет муки. Ну, а что женщина может сделать с этим пакетом муки? Вот что вы обычно делаете? Чем бабушка может удивить семью? Внуки, если внучки, то это блинчики, конечно, блинчики обязательно. Фирменный торт действительно есть. Есть? Есть. Расскажите, какой? Я вообще люблю изделия, что касается кухни, простые и безо всяких там наворотов. Если мясо, то попросту кусок. Кусок хороший. Да, и к нему просто овощи. И точно так же торт у меня есть. Это торт Клеопатра. Торт, кому это интересно, представляет собой три тонких коржа сантиметровых, каждый из которых имеет разную начинку. Один содержит в своем составе, там, предположим, изюм, второй – орехи, а третий – мак. И вот таких три сантиметровых коржа. Прослойки или сами коржи? Сами коржи. А прослойки – обычный крем, в зависимости от вкуса. Или взбитый, или масляный. Торт собой представляет такое небольшое, но очень деликатное изделие. Свекровь, которая точно знала, как нужно кормить детей. Приготовила его по рецепту, который у меня записала. К чаю она подает торт. Она выносит вот такой высоты изделие. Вот без преувеличения. Вот сантиметров 10-15, наверное. Такой какой-то огромный, круглый пирог такой. И все уставились. Что это? Она говорит, это торт по рецепту Наташи. Клеопатра. Клеопатра. Ну, бабушка, ну что ты для семьи за торт? Сантиметровые коржи. У бабушки каждый был слой сантиметров по 5. И поэтому я, когда слышу это название, и у меня всегда эта история всплывает в память. Так смешно мне. У каждой хозяйки Клеопатра своя. Да. Так, как и у мужчин. Да. Это точно. Как всегда в конце нашей программы, блиц-опрос. Короткий вопрос, короткий ответ. Давайте не отступать от традиции и проведем его с вами. Ваш знак зодиака. Телец. Соответствуетесь знаку? Ну, более чем. Ваш любимый цвет. Сейчас серый. Ваш любимый напиток. Кофе. Кофе. Ваше любимое место в Минске. Мой сад. Мне так повезло, что у меня в Минске есть сад. Ваш любимый праздник. Наверное, Пасха. Что вас больше всего пугает? Болезни родных. Ваше главное достоинство. Терпение. Ваш главный недостаток. Терпение. Ваш жизненный принцип. Живи в радости. И доставляй радость другим. В чем, на ваш взгляд, смысл жизни? В поддержании жизни популяции. А счастье? Счастье это когда? Счастье это когда кому-то нужно то, что ты делаешь. Спасибо большое. Спасибо за этот блиц. Спасибо за то, что вы пришли в нашу студию. Спасибо за те кадры, которые вы нам подарили. Огромное спасибо. Я хочу пожелать вам здоровья. Здоровья вашим близким. И еще много творческих, интересных работ. Поддерживая традицию вашей передачи, я хотела бы подарить вам два сборничка. Сборник стихов Янки Купалы и сборник стихов Якуба Колоса. Был интересный очень момент. В работе над нашим последним фильмом «Классики и шахматы» у нас произошла такая странная вещь в группе съемочной. Все, кто работали, побежали в библиотеку за сборниками. Всем захотелось освежить. Захотелось перечитать. Поэтому желаю вам тоже получить удовольствие с нежностью к родному языку. С автографом я надеюсь? Конечно, обязательно. А что там написали? Передача кадры жизни с пожеланиями вдохновения и новых идей. Костиченко Наталья. Спасибо. И новых гостей. И новых гостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok